Чат GPT4O научился лучше анализировать данные. Давайте в этом видео подробно посмотрим, так ли это. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и моя основная задача это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам, да, наверное, и обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи, экономить на этом огромное количество времени и денег. Значит, смотрите, Чат GPT презентует новые возможности в анализе данных. То есть, если мы посмотрим на их страницу, то здесь говорится, что можно теперь выгружать данные прямо с Google Диска, либо с Microsoft OneDrive. И процесс анализа данных, он немножко изменился, то есть, мало того, что он ускорился, появились новые свежие возможности. Я уже все это протестировал, это реально так. И теперь в этом видео я хотел бы вам продемонстрировать, как Чат GPT буквально за несколько минут может анализировать большой объем данных, но, кроме этого, не просто анализировать, но еще и создавать полноценные презентации из всех этих материалов. Откуда мы будем брать данные? Я, как всегда, использую один из моих любимых сайтов, где можно скачать различные данные. Это сайт kaggle.com. Я нашел данные за 2024 год, мировые страны по счастью, то есть, рейтинг стран по счастью. Соответственно, я скачал этот документ, рейтинг мировых стран по счастью. И теперь я хочу, не открывая этот документ, с помощью Чат GPT, соответственно, провести его анализ. Что я делаю? Во-первых, я выгружаю сюда этот файл. Смотрите, значит, здесь появилось несколько новых возможностей. То есть, мы можем этот файл выгрузить себе, например, на Google Диск и из Google Диска уже подгрузить Чат GPT. Либо подключиться к Microsoft OneDrive и, соответственно, то же самое сделать. Ну, я по старинке буду использовать свой компьютер, потому что у меня, например, Microsoft Диск и Google Драйв Диск, они, соответственно, на одном аккаунте Чат GPT, на другом аккаунте, чтобы он там не понимал, что я из России. Соответственно, я буду использовать по старинке, загружать данные со своего компьютера. Значит, я вношу этот файл, я его открываю и первым делом я хочу вообще узнать, что это за файл. Поэтому я так у Чат GPT спрашиваю, да, что это за документ. То есть, подробно расскажи мне, что это за документ. И Чат GPT мне тут же рассказывает, что этот документ предоставляет собой отчет о мировом счастье. За 2024 год он содержит данные по различным странам, включая такие показатели, как название страны. То есть, он мне полностью рассказывает, что находится внутри этого документа. Ну, и примеры дает. Пример данных из отчета. Финляндия, уровень счастья 7.741, ВВП на душ населения 1.844, социальная поддержка. То есть, и следующую данную. То есть, он мне рассказывает, что находится в этом документе. И, соответственно, показывает примеры, какие отчеты он может создавать, исходя из данных этого документа. Я пока буду использовать достаточно простые промты, то есть, достаточно простые запросы. Я просто говорю, слушай, да, проведи тогда анализ этого документа. Он у меня есть. И, соответственно, Чат GPT начинает уже проводить более детальный анализ этого документа. Он выбирает какие-то основные обзоры данных о мировом счастье за 2024 год. Он показывает уровень счастья, то есть, среднее значение, медианное значение, стандартное отклонение, максимальное значение. И так, соответственно, по каждому из пунктов он проводит анализ. Дальше он, значит, делает, как мы видим, выводит топ-10 стран по уровню счастья и публикует рейтинг, мировой рейтинг, соответственно, стран по этому уровню счастья. Смотрите, да, вот он не останавливается. То есть, он проводит достаточно такой глубокий анализ и в конце еще делает выводы. Хорошо, то есть, я его просто попросил провести анализ. То есть, я еще не использовал какие-то суперсложные промпты для того, чтобы провести анализ. Я его просто попросил провести анализ этого файла и смотреть, сколько материала, сколько данных он мне уже выдал, которые я, в принципе, могу использовать, не знаю, там, для, может быть, своей какой-то презентации. Но давайте будем использовать какой-нибудь более профессиональный промпт. Я захожу, соответственно, в свою базу промптов. У нас здесь собрано больше пяти, больше десяти тысяч уже различных промптов. На русском языке, на английском языке у нас есть чат, где общаются наши участники. И больше двухсот пятидесяти различных образов для чат G5. Все это находится в базе в Telegram. Очень удобно. И каждый из вас может, соответственно, этим пользоваться. Ссылка на Telegram канал находится под этим видео. Там все подробности, как получить доступ к этой базе промптов. Значит, я для начала беру вот этот вот промпт. Мы сюда сейчас будем выгружать больше ста различных промптов для анализа этих данных. То есть, мы снимаем видео и к этому видео готовим необходимые промпты, которые мы используем в качестве помощников для наших видео. И все это выгружаем в большую базу, либо используем из нашей базы все эти промпты. Значит, промпт выглядит, запрос выглядит следующим образом. Можешь ли ты создать 10 визуальных эффектов для предоставления данных? То есть, я его сейчас прошу мне все эти данные визуализировать. То есть, не просто, чтобы он мне рассказал, соответственно, что находится в этом файле. Я хочу, чтобы он помог мне визуализировать данные в этом файле. И он мне говорит, что хорошо, я сейчас сделаю тебе 10, подготовлю 10 визуализаций на основе данных отчета о мировом счастье за 2024 год. И он мне вытащил те 10 визуальных данных, которые он будет, соответственно, создавать. Первый график визуализации – это рейтинг стран по уровню счастья. Вот он его построил. Второй график – это распределение уровня счастья. Третий взаимодействие между ВВП. И таким образом он не создает 10 различных схем. Плюс каждую из схем, каждый из графиков он мне детально описывает и объясняет, для чего тот или иной график нужен, какие данные он брал и как это все работает. Мне кажется, что это, знаете, вот большое количество людей профессионально этим занимается. То есть, они все это подбирают, все это выбирают, делают выборки, строят эти графики. А здесь чат GPT, вот за сколько я еще не закончил, соответственно, еще 5 минут не прошло, он мне уже построил, соответственно, все эти графики, все эти данные. Но дальше будет еще круче. Давайте еще немножко поиграемся и зададим ему следующий промп. То есть, я попрошу создать визуальное облако слов на основе данных из, соответственно, этого файла. И он, соответственно, показывает мне, какие слова были наиболее упоминаемые в этом отчете. И вот United, Sound, China, Finland. Соответственно, эти страны были наиболее упоминаемые в этом анализе данных. Но это так, чисто поиграться. Давайте его попросим более интересную работу провести. То есть, мы сейчас его попросим выделить и рассказать нам, какой главный урок можно для себя вынести из, соответственно, этого файла, из этих данных. И здесь он нам уже прописывает, то есть, что необходимо сделать для того, чтобы у страны был более высокий уровень счастья. То есть, необходимо социальная поддержка, необходимо экономическое благосостояние, необходимо здоровье, свобода выбора, низкий уровень коррупции, щедрость, благотворительность. Мы можем еще глубже заходить в эту тему, но здесь, в принципе, у нас сейчас такая задача не стоит. У нас стоит задача именно показать вам, как мы можем анализировать различные файлы. То есть, мы загрузили просто один файл с уровнем счастья и уже получили вот такие вот материалы. Значит, как еще можно это использовать? Смотрите, смотрите, давайте попросим чат GPT-4О. У него есть такая функция, есть такая возможность создавать полноценные презентации. То есть, мы ничего придумывать не будем. То есть, вот у нас последний запрос из... Какой главный урок из этого набора данных? Я его просто попрошу создать мне полноценную презентацию на основе всех этих данных, которые он мне только что выгрузил. И теперь он мне не просто вот в окне чат GPT создаст ту самую полноценную презентацию. А он, по идее, сейчас мне должен дать ссылку на готовую презентацию Microsoft Powerpoint. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И смотрите, вот он мне дает ссылку, что презентация на основе данных отчетов о мировом счастье за 2024 год готова. Вы можете ее скачать по следующей ссылке. Давайте скачаем ее. Вот она скачивается. И тут же мы ее откроем. Значит, смотрите, что у нас получилось. У нас получилась целая презентация о мировом счастье за 2024 год. Единственная презентация получилась на английском языке. Она, я думаю, не составит сложности нам все это перевести. Здесь не так много слов. В Microsoft Powerpoint есть тоже встроенный искусственный интеллект. Я как-то записывал об этом видео. То есть, в нем есть конструктор. И с помощью конструктора на основе искусственного интеллекта мы, соответственно, можем сделать визуально привлекательную эту презентацию. Там буквально за несколько кликов. То есть, давайте выберем, например, такой стиль. Ну, либо вот, смотрите, как интересно, да, сделан World Highlights Report 2024. И, соответственно, мы вот так вот будем щелкать по каждой презентации и выбирать, соответственно, тот стиль, который мы хотим использовать в данной презентации. Да, вот, например, следующая страница будет оформлена так. Вот эти вот графики, да, что Финляндия там находится на первом месте по уровню счастья. То есть, мы можем скорректировать и буквально там за несколько секунд мы можем сделать готовую презентацию, которую не стыдно будет уже кому-то демонстрировать и не стыдно будет уже кому-то показывать. То есть, даже вот в таком виде. То есть, мы берем различные слайды, которые он нам создал и на основе искусственного интеллекта, соответственно, мы эти слайды подгоняем под тот формат презентации, который нам нужен. То есть, смотрите, что произошло. То есть, мы скачали файл, то есть, у нас есть какой-то файл с данными. Мы этот файл с данными выгрузили в чат GPT, провели его глубокий анализ. И теперь попросили чат GPT создать презентацию на основе этого глубокого анализа. И теперь у нас есть целая, полноценная, готовая презентация, с которой мы, в принципе, можем выступать. Сколько времени прошло? Конечно, если не съемка этого видео, мы бы все это сделали быстрее. Но вы тоже видите в режиме реального времени, что буквально 10 минут понадобилось на то, чтобы создать такую большую, полноценную презентацию на такую сложную, достаточно большую тему. И здесь еще интересно, что он запоминает наш выбор. И каждый следующий слайд, каждый следующий слайд, презентацию он делает, чтобы все было более-менее в едином слайде. Мне кажется, это очень круто и очень удобно. Давайте еще... И давайте я вам покажу еще один промт, который я также хотел бы использовать. Вообще, мы сейчас выгрузим в нашу базу промтов, в наш телеграм-канал, больше 100 различных промтов для анализа данных. Ну, давайте я хочу посмотреть, вот как сработает сейчас этот промт. Я хочу попросить ChatGPT сегментировать все эти данные, которые он получил, и создать, соответственно, сегментированную уже готовую таблицу. То есть, я хочу, чтобы он сейчас сегментировал данные по регионам и создал таблицу. То есть, таблица будет выглядеть следующим уровнем, следующим видом. То есть, он вот создал таблицу, которую также мы можем в один клик скачать эту таблицу. Она будет иметь нужное нам расширение. И он также еще создал сводную таблицу регионов по отчете о мировом счастье за 2024 год. Где мы также можем, соответственно, ознакомиться с этой таблицей и посмотреть выводы по этой таблице. Ну, слушайте, да, вот я уже записывал видео о том, как ChatGPT проводит анализ, аналитику. Тогда мы брали ChatGPT 4 версию на 4О версии. Это реально что-то крутое. И это крутое. Кстати, вот эти вот все таблицы, если мы здесь подключим свой Google Диск или Microsoft OneDrive. Я им в Microsoft не использую, я использую в основном Google Drive. Google Drive, то все эти таблицы, все эти данные, которые мы запрашиваем в окне ChatGPT, они будут автоматически сохраняться туда. И это круто, это удобно, это быстро. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Подпишитесь на канал, ну и, конечно же, переходите в Telegram канал. Ссылка находится под этим видео. Пока.